И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами будем делать обзор на пушку, скин которой уже совсем скоро появится в нашей игре, это пушка Фриз и скин Легаси, очень многие ждут его, гоняются за ним в новом ивенте с потерей. Ну и многим я думаю, что было бы интересно, чтобы я разобрал эту пушку, рассказал в какой мете она находится на сегодняшний момент времени, какие устройства лучше подходят на эту пушку, ну и конечно же сказал вам очень интересную новость о том, что уже совсем скоро есть большая вероятность того, что эта пушка будет апнута и она засияет новыми. И совсем другими и жесткими красками. Из чего я сделаю такой вывод, почему я выдвигаю такое предположение? Все очень просто, чаще всего, когда у нас появляются какие-то дополнительные скины, орех выкатывает обнову с апом той или иной пушки, поэтому есть большая вероятность того, что уже совсем скоро наш Фриз будет более жесткий и интересный. Ну а если вы ждали этот видос, либо вам нравятся видосы игровой тематики, то обязательно поддержите данный видос лайком, ну и конечно же не забывайте подписываться на этот замечательный канал. Сегодня я вот думаю, на чем сыграть, на каком корпусе, какой дрон использовать в Фризу, что лучше использовать для него. И пришел я к такому выводу, что сегодня мы реализуем один, наверное, из самых популярных и жестких комплектов в матчмейкинге. Да, ну наверное, 90% игроков, которые играют на Фризе, любят это сочетание, когда играют в захвате флага. Это паладина Фриз, Фриз с подавлением. На сегодняшний момент времени я считаю, что именно это устройство является лучшим устройством на Фриз, так как подавление наносится на постоянной основе. Да, можно использовать пробитие, можно использовать оглушение, можно использовать эми, но все это, в моем понимании, слабее, чем подавляющая смесь и Фриз с подавлением. Ну а что касаемо дрона, то к такой комбинации лучше всего использовать, конечно же, ловкача. Можно менять этот дрон, например, на гипериона, который на постоянной основе будет работать, но мы давайте попробуем сначала все это дело реализовать на ловкаче. Ну а если вдруг будет какое-то жесткое сопротивление, либо наоборот сопротивления не будет, у нас будет возможность потестировать, то потестируем еще и как работает паладина Фриз не только с ловкачом, но и с гиперионом. Поэтому давайте отправляться в бой, при том, что я в последнее время видосов на паладине, ну вообще, наверное, не записывал, да, я думаю, что будет интересно. Также, также, помимо паладина, мы сегодня достанем, давайте, еще один корпус, это будет корпус Хантер. Хантер тоже очень круто смотрится на Фризе, и, ну, наверное, это для меня лично один из топивейших корпусов для этой, как раз-таки, пушки. Нас закидывает на, ну, наверное, одну из самых неудачных карт, которые только может быть, потому что Фриз все-таки лучше всего работает на маленькой и средней карте, но нас тут закидывает на Темпл, на суперздоровенную, огромнейшую карту, но будем пробовать что-то и на этой карте реализовать. Фулл баллон мне понадобилось потратить в Хантера, который прожал дополнительно аптечку. Это очень и очень много, и это в очередной раз показывает то, что все-таки у Фриза, ну, довольно маленький урон, довольно маленький урон, и в моем понимании этот урон все-таки на такой пушке, как Фриз, должен быть больше. Все-таки вы должны понимать, что на сегодняшний день мета такова, что большинство игроков играют в ТДМ, играют на дальнобойных пушках, которые супер жестко нагибают на таких пушках, как Гром, как Скорпион, да, и продувы, которые, в принципе, тяжело досягаемы до этих мега пушек, да, дальнобойных, Гаусс там тот же, да, они уже как бы многое проигрывают. Но если они доезжают, то они не наносят большое количество урона, да, и это главная проблема, что никто не хочет играть на этих продувах, потому что они, ну, не наносят такого большого урона, чтобы быть конкурентно способными с дальнобойными пушками, которые и так, стоя на расстоянии, могут тебя ваншотнуть, могут нанести супер большое количество демеджа и просто тебя зареспить и уничтожить. Да, поэтому здесь все очевидно, и Фризу, как и Жиги, в ближайшее время очень-очень сильно нужен буст, очень сильно эти пушки нуждаются как раз-таки в том, чтобы они апнулись и стали намного-намного сильнее. Так, ну а мы пока что пытаемся все въехать и пытаемся все увести флаг, понятное дело, что на темпле против команды, которая стоит АФК, у нас вряд ли что-то здесь получится сделать, поэтому в моменте пробуем чуть больше еще сыграть на урончик, покидать по противнику, ну и попробовать позарабатывать в этом бою как можно больше очков, да. Для темпла это вооружение, ну является, наверное, довольно-таки слабым, будем говорить честно, да, то есть здесь на такой здоровенной карте, на паладина Фризея тяжело что-либо сделать, особенно если ваша команда особо сильно не пушит оппонента, а противник просто стоит АФК в дефе на своей базе. То есть у вас возможности на залет, на уничтожение, на подбор флаг, на увоз флага крайне-крайне мало, при том, что при прыжке у вас еще будет дополнительная проблема в виде того, что вы просто можете упасть в минус без раскрутки, да, потому что паладин в этом плане, ну не столь устойчивый корпус и в моменте может просто привести вас к тому, что вы упадете в минус. Так, ну а что касаемо пока что ситуации, так, противник, ну уж очень сильно начинает дефить, да, уже тут и Тесла начинают накидывать свои шарики от дефа, я уже даже думаю о том, что может быть что-то здесь поменять по резисту, от Гаусса, конечно, неплохо резист иметь, можно, наверное, взять вместо резиста от Скорпиона взять себе резист от Теслы, чтобы меня, если что, Тесла так сильно не нагибала, но вот-вот это игра матчмейкинга, да, то есть вот захват флага, и типы просто стоят и играют в ТДМ, они стоят в дефе, их не интересуют никакие увозы, они просто АФК стоят, вот кидают шарики, стоят на своей базе, дефят свою базу, кто-то на дальнобойных пушках стоит просто с расстояния, стреляет, наносит урон, и вот в этом весь матчмейкинг практически в любом режиме, но есть для этого всего еще одна проблема, о которой сегодня я говорить не буду, возможно, в одном из ближайших видосов мы обсудим эту ситуацию, но что есть, то есть, да, то есть сейчас матчмейкинг в завяз просто в том, что дальнобойные пушки просто стоят и набивают очки, так, ну у нас падает овердрайв, как вы видите, я уже переоделся на хантера, попробую попрожимать овердрайвы здесь противника, если будет возможность, конечно же, доехать до базы противника, так, ну давайте такой вот разворотик овердрайв вожмем, чуть-чуть я, конечно, дотянулся до кого-то, чуть-чуть где-то не дотянулся, но, в принципе, просто так чисто разбавил обстановочку, если бы под это все бы еще кто-нибудь из моих тиммейтов бы заходил бы, я думаю, что, может быть, даже что-нибудь интересное бы и получилось, хотя вот противник потихонечку все-таки начинает ехать в атаку, это уже тоже неплохо, но посмотрим по итогу, да, по окончанию боя, посмотрим, сколько очков я заработаю за эту катку и сколько очков заработает оппонент, также по поводу подавления, почему именно подавление, почему не какой-то другой статус эффект, во-первых, в матчмейкинге очень маленькое количество иммунитетов от подавления, да, вот, например, даже по этому бою вы видите только одну лишь иммунку, да, то есть ваш статус эффект на постоянной основе будет работать, противник будет с отключенным дроном, ну и плюс за счет фреза вы его просто будете замораживать, отключать ему ддшку, то есть у вас плюс два статус эффекта, плюс отключение возможности противнику прожатия овердрайва, если он, конечно, не возьмет аптечку, и вы уже, ну, грубо говоря, на коне, да, за счет подавления вы уже сможете намного комфортнее себя чувствовать, да, вот, например, в таком моменте, в теории, Вика Молот мог в меня прожимать овердрайв, но он не может его прожать, потому что я просто нанес ему статус эффект подавления, и все, да, то есть он уже не удел, он уже не может мне, грубо говоря, ничего противопоставить, и я спокойно могу его забрать, если он, конечно, не прожмет аптечку и не поймает тот тайминг, когда у него над головой не будет статус эффекта подавления. Так, ну и по резисту, как я уже сказал, нам надо взять рез от Тесла, Тесла меня начинает там напрягать, скорпионов я против не увидел, так, и там был шафт, вместо грома мы можем вообще взять резист от шафта, то есть Тесла, Гаус, шафт возьмем, давайте, такой резистик, ну, попытаемся увести, но, как вы видите, на такой карте, вот видите, кто у нас нагибает, сейчас лечением нагибает, да, стоит на какой-то позиции, просто лечит. У противника молот с Эмми, ну и то, там не так много очков, если честно, набил противник, но по карте, да, вы видите, что типы стоят, да, то есть они особо не двигаются, особо не выдвигаются, не пытаются там увозить что-то, еще делать, но вот наши тиммейты есть паладин и рикошет, который старается увозить флаги, ну, а на первых местах вы видите шафты с лечением, шафты с лечением просто стоят на одном месте, зарабатывают очки, пока ты пытаешься выиграть катку в захвате флага. Да, это, конечно, супер печально в моменте, но ладно, что поделаешь. Так, овердрайв у нас появляется, попробуем сейчас что-нибудь реализовать. Хантер мне, кстати, вот, если так, чисто на мой взгляд, да, может быть он хуже, чем паладин, но с точки зрения именно моего личного кайфа, да, и комфорта, то мне все-таки больше нравится, конечно же, Хантер, нежели паладин, да, то есть мне намного комфортней и кайфовей заходить именно с этим корпусом в атаку, пытаться там прожимать овердрайв, чем на паладине, там на хилинге себе хп, там типа отыгрывать, ну такое, знаете, не очень веселое такое чувство и интересное занятие. А вот на Хантере, если там жать еще какой-нибудь овердрайв крутой на большое количество оппонента, то вообще выглядит все это супер сочно. Так, например, сейчас попробуем заехать, влететь. Ооо, не успел? А как я не успел? Мне так показалось, что там я успевал залетать со своей оверочкой, у меня вроде даже раздачка произошла, я никого не слил. Интересно, интересно, очень интересно. Я даже не увидел, чтобы цифры вылетели, может быть там прям супер миллиметр остался до прожатия овердрайва и меня убили? Может быть такой моментик произошел? Ну не понял, если честно, как так получилось? Так, пробуем быстро забрать. Здесь оппонент отток, ну и потихонечку выпушиваем, 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 можем правую зонку здесь. Ну, вы видите, ну вот просто, смотрите, сколько типов стоит АФК у себя на базе. Вот просто вот подсвечивает хорек, и вся команда стоит АФК на базе. Ну как? Как с этим играть? Как тут можно на такой карте, на фрезе, увозить флаг? Да это невозможно. Просто невозможно. Здесь просто надо брать дальнобойную пушку и респить их. Просто респить. Если бы я сейчас бы не записывал видос, я бы взял бы грома на дальность с аресом, встал бы вот здесь вот на кимпу сверху, и такой бы грязи понаделывал бы. Так бы понакидывал бы им на этой карте. Ой, боже, такая бы движуха бы залетела, поверьте мне, это было бы супер сильно. Но, к сожалению, или к счастью, для противника мы играем на Хантера Фризочке. Так, ну и хотелось бы все-таки хоть какой-то красивый овердрайв-то прожать. Потому что пока что я ничего такого сверх красивого еще не прожал в рамках этого боя. Поэтому хотелось бы что-нибудь допоражать. Так, влетаем. Влетаем в этого замечательного Тесловода. Пробуем его набрить. Так, Гаусс прожимает овердрайв, сливаем Хантера. Пробуем жить, пробуем жить. Возможно, под наших тиммейтов это что-то даст. Заходик какой-то успеют ребятки сделать, но... Здесь уже шафт меня лечит. Я просто пытаюсь выиграть как можно больше времени, чтобы, если что, наши тиммейты заехали. Но в этом моменте никто не заезжал. Не знаю, откуда заехать, чтобы прожать хороший овердрайв. Потому что по ощущениям... Ой, сейчас только не в минус, плиз. Плиз, не в минус, плиз, не в минус, плиз, не в минус. Есть. По сути, там справа, наверное, мины все в подъеме, да? То есть, справа я зайти не смогу. Ну, попробуем давайте. Если вдруг там не будет супер большого количества мин, то есть возможность прожать спину овердрайв противнику. И попробовать движуху реализовать крутую. Так, бомбочка. Бомбочка меня чуть-чуть откидывает. Так, шахт чуть-чуть продает. Не осталось. О-о-о. 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 Я понял. Это бесшансовая. Что я могу сказать? Это бесшансовая, к сожалению. Ситу Йовина. Да. Тут даже ничего ты не придумаешь с правой стороны. Там столько мин, что Габелла. Ну, вот такая вот карта Темпл есть в нашей игре. Зато с матчмейкинга убирают Мою любимую карту Ну ладно, не супер любимую Но одну из любимых карт Это, например Это, например Оп, раздачка Это, например, колхозик Блин, урон влетает Супер много Откуда мне так влетело столько урона Я так и не понял Три минуты остается у нас до конца боя Остается три минуты Право пытаться уже нету никакого Абсолютно смысла Потому что там все в минах Единственное остается только заходить отсюда Войт накидывать Урон Ну я даже не успеваю Я даже не успеваю овердрайв прожать Даже овердрайв не успеваю прожать Если я его буду прожимать То там будет, ну, оверка там Ну на два танка там, грубо говоря Да, то есть зацепить там пятерку Ну вообще невозможно Никаким образом Да, конечно Подгорает, подгорает С таких каток Честно вам скажу Не очень комфортно Не очень круто Выглядит игра На таких картах На подобных вооружениях Ну вот такой вот наш матчмейкинг На сегодняшний момент времени Где У фреза нет никакой возможности На большой карте Да и в принципе, наверное У любого атакующего танка Который пытается увести флаг Нету никаких шансов Будь там И даже не фрез А какая-нибудь средняя пушечка По типу Вот видите, там у нас рикошет есть Другие вооружения Но Нет возможности Когда противник так стоит В дефе Так, только я не понимаю Откуда мне гром накидывает Там есть гром Который накидывает Супер много урона Где он стоит? Я не вижу его Здесь стоит этот гром Там очень много Залетает именно от грома Стоит этот гром Я понять не могу Так, ладно Пробуем прожаться Оооо Вот это хорошо было Вот это было хорошо Если бы кто-то Еще бы его добил Было бы просто великолепно А, вот он Этот гром Он там просто где-то Пассивно стоял На какой-то позиционочке Так, Хантер Приезжает, но под критами фриз это супер Тоже божественная тема, поэтому Если, например, вы играете на фризе То диктатор Тоже неплохая вещь, на дикой фризе Тоже можно хорошо разыгрывать, например Это вооружение было одним из первых На моем бездонат аккаунте То есть там тоже Можно очень крутой результат Показывать на этой Замечательной пушке Но все же вы понимаете, что фриз На больших картах Даже 34 кила дает 34 кила дает, но все равно Это супер, супер, супер сложно Это супер сложно И это, наверное, все-таки не то Что хотелось бы видеть на фризе Ну тут уже все базы в минах Бесшансовая, что справа, что слева Не знаю, кто там, конечно, так много Наставил этих миночек, но Они там стоят Да, и у нас, получается, первые два места Занимают шафты с лечением Вы сейчас посмотрите, сколько эти шафты с лечением Скатки зарабатывают кристаллов Хантер вжимает овердрайв Видите? Так, у нас там на центре кто-то еще раздался Пробуем его слить Не успел, надо было чуть с другой траекторией заходить Чтобы не попасть под обстрел, так сказать Но вообще Фриз Легаси Это супер крутой скин Супер крутой скин, который я лично уже давным-давно хотел на свой аккаунт Очень сильно надеюсь на то, что я смогу его получить на свой основной аккаунт Надеюсь, что фракция иммунов выиграет И мы получим этот скин Ну а дальше уже будет отличнейшая возможность реализовывать эту пушку Но только ее, конечно же, конечно же, нужно апнуть И, ну по сути, можно просто добавить урон Просто добавить урон Что жиге, что фризу И эти два продула заиграют совсем другими, новыми, красивыми, контентовыми красками Пишите, что вы думаете по поводу фриза Какое устройство, по вашему мнению, является лучшим на эту пушку Также поддерживайте, конечно же, данное видос лайком Если вам понравилось Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Ну и не забывайте про тег создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте, кемо личный тег, это тег ТМП Установите его, поддерживайте меня И участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов, на 20 тысяч танкоинов Вся информация по розыгрышу есть в описании У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Продолжение следует...